Стоим, не садимся, стоим. Вот так. Разворачивайся. Собственно тебя видели. Стоим, голову пока почину держим. За что задержаны? Не знаю. Среди вы раньше были? Да. Сами себя виноватым-то считаете в чем-то? Или вот каждый раз вы сидите и вы не виноваты? Да почему? Я всегда себя считаю виноватым. Блин, ну, как не считать виноватым? Виноват, конечно, виноват. Сколько тебе лет? Двадцать четыре. Чем ты работаешь на жизнь? На автосервис. Заведено уголовное дело по поводу мошенничества. Вот я к нему никакого дела не имею. Ну, в общем, женщина одна взяла кредит и сказала, написала заявление, якобы я ее заставил этот кредит взять. Вот ничего такого как бы не было. А ты сам знаком с этой женщиной? Я ее два раза всего видел. На что с тобой попал? За мошенничество. Твое участие там какое было? Почему ты считаешь, что ты виноват? Потому что обманывал людей. Я забирал эту технику с магазина после оформления. А куда ты ее делал потом? Потом ее приехали, забрали. Он мне сказал, что, значит, этот кредит, значит, банк, как банкротство объявляется. И, значит, я беру сумму, мне отдают часть денег, а остальной частью денег, значит, перекрывается, как на банкротство. Значит, я ничего платить не буду. Ну, я, значит, он так мне объяснял все это хорошо. Ну, я, значит, все-таки повелась на это. Значит, меня отвезли в Белгород. Я взяла кредит. Мне дали 25 тысяч. На руки я получила 7. Долгое время, значит, мне никто не звонил, никто мне не писал. И уже аж только в октябре поступило первое письмо, что у меня уже задолженность возникла довольно-таки серьезная. Естественно, муж узнал. Дома, конечно, был большой скандал с тем, что я ушла из дома. Сейчас я живу у сына. Но мне еще этот молодой человек, после того, как я брала кредит, значит, предлагал еще несколько афер. Он мне говорил, что можно взять паспорт, хоть мой, хоть мужа в тихушку, отдать ему. Значит, он будет туда вклеивать другие фотографии и брать хорошие кредиты в банке. На что я категорически, конечно, отказалась. По всем Белгороду возили они меня. Какие банки в один, в другой, в третий. Я брала кредиты и все отдавала им. Они сказали, что нужно, чтобы сумма была на банкротство. На другой день меня повезли. Приехали опять по Шибекину, что тут мало им. Кажут, хватит, я больше не буду брать. 30 тысяч уже есть. Я не буду брать. Нет, еще хоть пять вот это возьмите. В общем, набрала я даже, не знаю, сколько. У всех от них. Где откажут, а где дают. Субтитры сделал DimaTorzok